Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова и мы продолжаем серию прямых эфиров. Сегодня эфир для поступающих в магистратуру юридического факультета Казанского федерального университета. И представляю наших гостей. Заместитель декана по международной деятельности Рустем Шамилевич Давлет Гильдеев. Здравствуйте. Руководитель направления магистратуры юридического факультета Алсу Махмутовна Хурматулина. Здравствуйте. Добрый день. И ответственный за приемную кампанию на юридическом факультете Юлия Николаевна Авдонина. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте, КФУ. Перед тем, как начнем, передам вам слово. В первую очередь хочется поприветствовать всех слушателей. И мы рады вас здесь непосредственно лицезреть на дне открытых дверей магистратуры юридического факультета. Магистратура юридического факультета начинает свое развитие с 2006 года. И на слайде представлено, что практически четверть студентов – это учащиеся магистратуры юридического факультета. Магистратура юридического факультета на сегодняшний день – это прежде всего образовательные программы с международной и профессиональной общественной аккредитацией, извеченнейшие научные школы, высококвалифицированный педагогический состав. Также в учебном процессе привлекаются работодатели, а именно представители Сбербанка, Акбарсбанка, Управление федеральной антимонопольной службы, органы государственной власти, Государственные советы Республики Татарстан, Следственного комитета. Также в магистратуре юридического факультета представляет собой обучение в удобное для обучающихся время. Это вечернее время, что позволяет благополучно совмещать работу с учебой. Ну и также по уважительным причинам возможно обучение в дистанционном формате. На 2022-2023 год заявлено 14 магистрских программ, из них 13 планируется реализовываться на очном и 13 на заочном. Почему 13? Потому что практически все программы заявлены у нас в двух форматах, очном и заочном. Единственное, на очном у нас не представлено антикоррупционной деятельности Каплайц, то есть планируется реализовать ее лишь на заочном отделении, а на очном отделении представлены программы юрисферы международного бизнеса. Программа интересна тем, что это полностью англоязычная программа, и обучение по всем дисциплинам, в том числе защита выпускной квалификационной работы, проводится на английском языке. Среди новшеств, которые заявлены на планируемый 2022-2023 учебный год, это программа под названием «Социальная юриспруденция», которая планируется в сетевом формате, что означает, что дисциплины будут считаться не только преподавателями Казанского федерального университета, но и также планируется привлечь преподавателей РАНХИКС, Псковского государственного университета и Пермского государственного национального исследовательского университета. Как уже было сказано, практически большая часть программ представлены на очном и заочном отделении. Срок обучения на очном отделении составляет 2 года, на заочном 2 года и 5 месяцев. И также, помимо поступления на бюджетную основу, также предусматривается возможность и обучения на контрактной основе. В качестве вступительного экзамена предусмотрен письменный экзамен. Он проводится по всем профилям, то есть единый, по срокам. Я думаю, более конкретную информацию можете получить на сайте приемной комиссии, но это предварительно где-то в числах с 29 июля по 8 августа. То есть в этом промежутке времени будут проводиться вступительные испытания в магистратуру. Также можете просмотреть программу обучения, которая в себя включает непосредственно блок дисциплин, блок практики, государственные итоговые аттестации. Но более подробный перечень дисциплин вы можете, с полным перечнем дисциплин можете ознакомиться на сайте, на официальном сайте магистратуры юридического факультета. По каждой программе представлена отдельная презентация. Также хочется отметить, что мы руководствуемся несколькими факторами, которые влияют на открытие магистрских программ. Безусловно, в качестве основных факторов здесь присутствует и спрос на рынке труда, и востребованность образовательных программ среди абитуриентов, и тенденции развития современного права. Здесь можете просмотреть информацию по новым магистрским программам. Я думаю, наверное, стоит озвучить. Это новые магистрские программы, которые впервые заявлены. Это социальная юриспруденция, о которой было сказано. Курс направлен на подготовку специалистов с углубленными знаниями по защите прав социально уязвимых категорий населения. Программа правообеспечения финансовой деятельности направлена на подготовку специалистов, обладающих специальными современными знаниями в области финансов, налогов, налогового администрирования, банковской, страховой деятельности, валютного регулирования. Антикоррупционные деятельности и комплайнс, я думаю, что это, в принципе, новшество на сегодняшний день. И эта программа направлена на подготовку специалистов в области профилактики, управления правыми и иными рисками, в том числе в сфере антикоррупционной деятельности. На сегодняшний день комплайнс развивается. Он интересен не только для крупного бизнеса, но и также для представителей малого и среднего бизнеса, а также, в частности, для органов государственной власти. Среди новых магистрских программ также у нас заявлены программы под названием «Криминалистическое обеспечение правоохранительной судебной деятельности», «Следственная прокурорская правозащитная деятельность по уголовным делам». Ну, такие программы, в частности, из блока по уголовному праву. Также хотелось бы остановиться на плане приема на 2022-2023 учебный год. На очном отделении на бюджетную форму заявлено 64 бюджетных места, на заочном отделении 55 бюджетных мест. На контрактной основе планируется на очном отделении 60 и на заочном 65. Ну, более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте магистратуры юридического факультета, на официальном сайте приемной компании. Ну, если у вас будут сегодня вопросы, мы с радостью на них постараемся ответить. И я слово хочу передать заместителю декана по международной деятельности Тавлету Гильдиеву Рустаму Шамильевичу. Я думаю, тоже будет представлена очень интересная информация по академической мобильности. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие будущие литериенты и магистранты. Я хотел бы отметить, что в этом году у нас, конечно, непростая обстановка в целом в мире, и в том числе это, конечно, сказываться будет на вопросах академической мобильности, но в то же время здесь есть как определенные ограничения, так и определенные возможности. И как говорит и пишет один из известных авторов Насим Талеб, в условиях такого неопределенного характера очень часто появляются черные лебеди. Это так называемые дополнительные возможности, которые нужно использовать для того, чтобы получить преимущество. Он писал о определенной рыночной экономике, получить преимущество на рынке. Для нас с вами черный лебедь это соответствующие возможности, которые можно получить в рамках обучения в магистратуре. Какие возможности, собственно, у нас есть? Во-первых, конечно, 14 профилей магистрских, которые представляет юридический факультет, они на самом деле весьма конкурентно способны на рынке. Образовательных услуг на рынке, соответственно, услуг, связанных с юриспруденцией, магистрские программы очень интересные. Среди них есть очень востребованные, те программы, которые традиционно привлекают к себе внимание, например, правовость, провождение бизнеса или судебный юрист. Соответственно, программы, которые классически создают определенную конкуренцию для того, что существует на рынке в пределах Российской Федерации как минимум. Есть также программы, которые весьма хорошо себя зарекомендовали на протяжении уже нескольких лет. Это программы, которые связаны с международной деятельностью. И хотел бы отметить, что среди них есть уже упоминавшаяся программа англоязычного профиля. Соответственно, это программа юристов в сфере международного бизнеса. Эта программа была введена в жизнь в 2017 году, в разных модификациях, соответственно, она с 2017 года существует. И уже есть несколько выпусков. В общем-то, показывает практика, что англоязычная программа привлекает к себе внимание и дает возможность в дальнейшем устроиться на работу не только на территории нашей страны, хотя и это тоже, безусловно, возможно, и есть выпускники, кто себя очень хорошо находит в практике работы с зарубежными партнерами в наших отечественных компаниях и не только в коммерческих организациях, но и в области органов государственного управления. И также за рубежом, имея в виду совершенно разные страны мира, включая и Китайскую Народную Республику, включая и страны Европы, то есть здесь нет ограничений по географическому принципу в трудоустройстве. То есть востребованность наших выпускников достаточно высокая. Если мы говорим о программе еще одной, международной защиты прав человека, это программа, которая имеет международную креитацию, это очень важно в современном мире, что она позволяет выпускникам в том числе претендовать на трудоустройство за пределами Российской Федерации на равных основаниях с другими выпускниками соответствующих престижных вузов. И вот эта программа по международной защите прав человека, конечно, она еще и уникальна тем, что она реализуется совместно в рамках консорциума российских вузов, причем таких топовых вузов страны, как Российский университет дружбы народов, Московский государственный институт международных отношений, МГИМО, МИД России, ну и целым рядом других, в том числе региональных вузов. И вот опять же, очень важный компонент, то, что данная программа обеспечивается совместно с управлением Верховного комиссара Организацией Беденных Наций по правам человека. Несмотря на то, что Российская Федерация вышла из Совета Европы, тем не менее, да, как бы контекст прав человека сохраняет свою актуальность и значимость, особенно в рамках взаимоотношений с ООН, и вот эти взаимоотношения с Организацией Беденных Наций, они обеспечиваются, ну, как минимум, достаточно активной позицией Министерства иностранных дел России. И эта программа, собственно говоря, в том числе финансируется и в достаточно большом объеме за счет целевого взноса Российской Федерации, которые осуществляются в Министерстве иностранных дел, в уставные органы ООН. Вот поэтому данная программа, на самом деле, она не теряет своей актуальности и сегодня, и позволяет подготовить наших выпускников к тому, чтобы защищать права человека, как в России, так и за ее пределами, но и не только заниматься правами человека, но и работать в любой сфере юридического профиля, поскольку нет здесь ограничений никаких на то, чтобы представлять интересы в суде или заниматься государственной деятельностью. Наши выпускники работают и в аппарате уполномоченного права человека в Российской Федерации, и в соответствующих структурах Организаций Беденных Наций, и в Министерстве иностранных дел России, ну и, соответственно, в коммерческих организациях, которые находятся на территории нашей республики. Ну и вот в отношении мобильности, как раз, если говорить, то наш университет предоставляет достаточно большой спектр возможностей для того, чтобы поехать на стажировку. Любому магистранту, который обучается на нашем факультете, такая возможность, в принципе, предоставляется, и есть несколько таких вариантов. Это могут быть стажировки в рамках совместных программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Это могут быть поездки, опять же, которые осуществляются в рамках двусторонних контактов с вузами, и у нас таких партнерских договоров несколько сотен с разными вузами мира. Ну, есть, наверное, ограничения, которые сейчас возникают по отношению к странам Европы, хотя вот буквально только что информация прозвучала, что с 1 апреля возобновляется выдача виз во Францию, во Французскую республику для российских граждан. Ну, ряд вузов европейских, они, конечно, ограничивают сотрудничество с российскими вузами в состоянии сегодняшней специальной операции, но это на самом деле не является полным закрытием вопрос времени. Как это произойдет дальше? А вот то, что касается других возможностей, конечно, есть достаточно прочные отношения с государствами и с вузами, ну, соответствующие азиатской направленности, да, это и Китайская Народная Республика, это, соответственно, страны Юго-Восточной Азии, это страны Латинской Америки, которые продолжают сохранять отношения и взаимодействуют с нашей страной и с нашими вузами, в том числе и с Казанским федеральным университетом. Это, безусловно, страны Центральной Азии, тоже нельзя упускать из виду, что у нас достаточно прочные контакты сложились, так бы, и они развиваются постоянно, и с Республикой Казахстан, с Узбекистаном, с Таджикистаном, с Кыргызстаном, да, как бы, с Центрально-Азиатскими странами, безусловно, с Белоруссией, да, и, соответственно, контакты с Белорусским государственным университетом, да, как бы, с целым рядом вузов Республики Беларусь тоже продолжаются, да, как бы, и наращиваются, по сути дела. Ну, и вот, как бы, эта возможность поехать на семестровую стажировку в одну из этих стран, в ВУЗ-партнер, тоже, безусловно, присутствует. Кроме этого, конечно, есть и возможности участия в научных мероприятиях, да, соответственно, это конференции, круглые столы, конвенты, которые проходят в разных государствах и в разных городах Российской Федерации, и в этих мероприятиях, конечно же, поощряется участие наших магистрантов. Ну, и вот, если посмотреть на формат, да, который существует на сегодняшний день, то есть много мероприятий, которые проводим мы сами, да, и, соответственно, приглашаем к себе представителей иностранных, зарубежных вузов, и, в частности, это студенческий конвент, который проходит ежегодно в ноябре месяце, и он собирает до 300-400 человек на своей площадке из разных городов России и, соответственно, стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, есть очень интересные площадки, которые, опять же, к себе привлекают внимание, и наши магистранты там участвуют. Это касается и публикационной активности, да, то есть выпуск статей, соответствующих тезисов и так далее. Вот, это в том числе приглашение иностранных профессоров, и это тоже одна из частей нашей работы, да, с тем, чтобы соответствующие представители международного сообщества, да, как бы приезжали к нам, либо вели занятия дистанционно, потому что такой формат, вот гибридный формат сейчас тоже используется активно, и выдающиеся деятели науки, да, в области юриспруденции и соответствующих стран, да, которые уже были обозначены, да, соответствующих латиноамериканских, допустим, Бразилия, Колумбия, да, как бы ряда других государств, или соответствующие представители, ну, которые представляют Южную Африку, да, как бы соответствующие там государства Египет, а уже, да, как бы и другие, соответственно, также могут и будут привлекаться для того, чтобы вести занятия. Вот это соответствующее направление, которое мы, безусловно, используем и будем использовать в дальнейшем. Ну, вот на этом пока, наверное, остановлюсь и передам слово Юне Николаевне. Я, наверное, если будут вопросы, буду отвечать. Да, по вопросам, которые касаются, собственно, приема, да, приемной кампании. Спасибо большое. Второе, прежде чем мы конкретно начнем отвечать на вопросы, поступил уже первый, такой вводный, будут рассказывать только про магистратуру, уточним, для зрителей наших сегодня? Сегодня, да, только по магистратуре информация будет. Хорошо, тогда перейдем к вопросам, и первый, все-таки в общих чертах мы все обсудили, можно сказать, но более детально. Первый вопрос, какие направления есть на магистратуре, очно и какие заочно? Направление, можно, да, я отвечу. Направление, еще раз повторю, всего 14. Из них 13 реализуются на очном отделении, и 13 запланированы на заочном. Давайте более подробно тогда пройдемся. Итак, социальная юриспруденция, правообеспечение финансовой деятельности, они и на очном, и на заочном. Антикоррупционная деятельность и комплайнс только на заочном. Криминалистическое обеспечение правоохранительной и судебной деятельности, а также программа под названием следственная, прокурорская, правозащитная деятельность по уголовным делам, на очном и на заочном. Юрист в органах публичной власти, программа под названием Международная защита прав человека, юрист в сфере цифровой экономики, на очном и на заочном. Программа под названием Юрист в сфере международного бизнеса, только на очном. Это англоязычная программа, реализуется только в очном формате. Программа правовое сопровождение бизнеса, судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе, правая аналитика, предварительное расследование и правосудие по уголовным делам, частный правый бизнес, также на очном и на заочном. Проще говоря, практически все программы реализуются в двух форматах. Единственное исключение сделано по программе антикоррупционной деятельности и комплайнс, реализуется лишь на заочном. И программа Юрист в сфере международного бизнеса заявлена лишь на заочном отделении. На очном, да. Прошу прощения, на очном отделении. Спасибо. Тогда перейдем к следующему вопросу. Какой срок обучения на заочном магистратуре как раз? И они отличаются? Отличаются, буквально разница в 5 месяцев. Срок обучения на очном отделении 2 года, на заочном отделении 2 года и 5 месяцев. Спасибо. С каким высшим образованием можно поступить в магистратуру юридического факультета и обязательно быть выпускником юридического направления? Такой вопрос. Для поступления в магистратуру достаточно образования выше любой направленности. То есть, конкретные требования по наличию высшего юридического образования по специальности юриспруденции не требуются. Ну, если прокомментировать тоже, да, у нас среди магистрантов много представителей института международных отношений или соответствующих бакалавров по направлению международных отношений. Направление экономика. Тоже большое количество магистрантов, которые с экономического направления идут к нам поступать в магистратуру по юридичеспруденции. То же самое касается, допустим, направлений гуманитарного профиля, но не только гуманитарного. То есть, есть представители естественно-научного направления, связанного с экологией, биологией, например. То, что связано с математикой, вычислительной техникой, соответственно, информационными технологиями. Ну, поскольку у нас есть определенные направленные программы магистрской подготовки, ну, например, юрист в сфере цифровой экономики. Да, соответственно, и экономистам, и представителям точных наук, связанных с информационными технологиями, это может быть полезно. И главный критерий полезности и востребованности нашей магистратуры, конечно, это то, что вторая ступень высшего образования дает возможность работать по большинству юридических специальностей. То есть, это не только какие-то базовые знания, которые получает бакалавр, имеющий другое направление подготовки на первом этапе. Но это вот включение и вход в юридический мир, в юридическое сообщество, в том числе на уровне профессиональной квалификации. Тем самым он может уже работать по юридической специальности дальше. Спасибо за ответ. Следующий вопрос звучит так. Будет ли в этом году повышаться стоимость обучения? На сегодняшний день по повышению информации нет. Пока планируется оставить стоимость на том же уровне, который был в прошлом году. Здесь есть нюанс. Мы не знаем сейчас, как будет изменяться курс рубля к доллару, к евро, к другим валютам. Но, учитывая динамику, можно говорить о том, что в худшем случае может быть повышение с учетом инфляционным. Но, опять же, этот инфляционный процент будет, наверное, ниже, чем процент инфляции, который существует сейчас зафиксированный Банком России. То есть, это не 20%, а существенно ниже. Обычно повышение у нас проводится где-то не 4-5%. Если изменения какие-то произойдут, это все, наверное, будет на сайтах. Конечно. Подробная информация. Спасибо. На каких направлениях есть бюджет? Мы поговорили про стоимость, а вот все-таки бюджетные места. Бюджетные направления у нас не дифференцированы в зависимости от профиля. То есть, мы сформировали количество бюджетных мест по общим, скажем, профилям. То есть, 40-0-4-0-1 юриспруденция. Если, допустим, абитуриент планирует поступить на бюджет, к примеру, по программе частный правый бизнес, в случае положительного результата, вступительного испытания, в случае, если абитуриент набирает достаточное количество баллов для того, чтобы он прошел на бюджетной основе, то в данном случае мы не рассматриваем конкретно, не дифференцируем бюджетные места в зависимости от профилей. Пока они сформированы в общем формате на все профили. То есть, на сегодняшний день, еще раз повторюсь, 64 бюджетных места — это общее количество бюджетных мест на все 14 профилей, 13 точнее, если говорить на обочном отделении. На заочном 55 бюджетных мест, опять-таки, они не дифференцированы, а представлены в таком общем виде, то есть, пока не распределены. Распределяются лишь после уже результатов вступительных испытаний. То есть, может быть такое, что 8 человек, к примеру, могут поступить на бюджетные места на один профиль, а на другом профиле, в принципе, может быть и 2 человека, к примеру, поступивших на бюджетное место. Спасибо. Поговорим немного о занятости на магистратуре. В какое время проходят пары и можно ли совмещать учебу с работой? Да, на очном отделении расписание в основном формируется в вечернее время, где-то с 17.50 по 2, ну максимум 3 пары в день. То есть, в принципе, я думаю, что у нас практически у каждого есть такая возможность совмещать учебу с работой. Другой вопрос касаемо заочного отделения. Здесь у них предусмотрены сессии. Сессии длятся 20 календарных дней. И по трудовому законодательству в период сессии представляется отпуска. Поэтому здесь мы обещать не можем, что учеба будет исключительно в вечернее время, поскольку количество часов и дисциплин достаточно запланировано в таком хорошем объеме, и мы просто не сможем уложиться в исключительно вечернее время. Поэтому для заочного отделения все-таки нужно планировать еще и дневное тоже. Считывать, да, и дневные часы. Ну, раз мы затронули сессию, вопрос звучит следующий. Так, как проходит процесс сдачи экзаменов? Что же мне еще ответить? Ну, на самом деле, если мы говорим о сессии, то, в принципе, у нас нет однозначного варианта, то есть 100% применяемого как письменный экзамен, то есть комбинированный вариант письменных и устных экзаменов, ну и, соответственно, сдача зачета также. Это зависит от предмета и от ведущего его преподавателя. То есть, соответственно, может быть вариант письменного экзамена, может быть вариант устного экзамена, но практика показывает, что в основном экзамены текущей сессии являются устными. Соответственно, вступительный экзамен письменный и выпускной экзамен, он получается у нас, ну, он получается устный, да, как бы здесь нет таких жестких установлений. Вот, с точки зрения того, как проходит сам экзамен, ну, как правило, по билету, есть традиционные требования, соответственно, билет и ответы на этот билет. Причем в билете могут содержаться в том числе и задания практической направленности, то есть нужно решить задачу, какой-то казус. И очень важный момент, да, что, собственно, само обучение в рамках магистратуры у нас использует и предполагает включение разных методов ведения занятий, в том числе и использование кейс-стадии, то есть обучение на конкретных практических примерах. Ну, то есть, если говорить, то, в принципе, на магистратуре экзамены не сильно отличаются от бакалавриата. Все хорошо. Следующий вопрос. В какие сроки нужно подать документы на поступление? Еще раз более подробно про это. Подача заявлений начинается у нас традиционно с 20 июня. Каждый год этот срок один, начало приема, заканчивается прием заявлений 25 июля. Те, кто на бюджет планирует, естественно, попасть, да. В любом случае подать заявление вы сможете при наличии у вас документа о высшем образовании. То есть пока у вас диплома не будет, вы заявление подать, соответственно, не сможете. Подача заявлений будет в смешанном формате. Но в этом году есть особенность. Обязательно для зачисления на бюджет нужно будет принести оригинал дипломом в университет. То есть не как в том году и в позапрошлом, где было достаточно только лишь заявления согласия на зачисление, и он считался, что оригинал у нас уже есть в университете, то в этом году абитуриент должен принести оригинал диплома для того, чтобы быть зачисленным на бюджет. Если, конечно же, он будет проходить по балу. Спасибо. Следующий вопрос немного по другой теме. Предоставляется ли общежитие магистрантам? Вопрос с общежитием в этом году пока, так скажем, еще не решен. И как будет предоставляться общежитие, наверное, вы узнаете чуть попозже, ближе к приему. Ну, вообще, в прошлые годы предоставлялся магистрантам очного отделения, соответственно, общежитие. Это был студ-городок, который находится на красной позиции, либо на Пушкино. Как будет проходить заселение в этом году, мы пока не можем вам сказать, к сожалению. В следующие, наверное, дни открытых дверей мы сможем дать какую-то информацию о заселении. Здесь, наверное, нужно уточнить, что все-таки общежития будут предоставляться в большей степени к привязке наличия свободных мест. То есть на сегодняшний день студентов, обучающихся очень много, и просто в силу ограниченного количества этих мест, я думаю, опять-таки, университет не располагает возможностью обеспечить всех общежитием. Поэтому давайте будем рассматривать, что применительно к привязке к наличию свободных мест. Если будут свободные места, то, безусловно, да, расселение будет за счет факультета. То есть, по сути дела, обязательства по предоставлению общежития юридически не закрепляется. Но при наличии мест, в том числе с учетом квоты, которые выделяются на наше подразделение на юридический факультет, какое-то количество мест мы сможем предоставить. Вот вопрос непосредственно процедур предоставления, да, с приоритетов предоставления, это будет известно чуть позднее, да, с учетом того, как будет, какое количество мест будет выделено на наш факультет, и сколько их будет свободно к заселению. Спасибо. Перейдем к следующему вопросу, и он звучит так. Когда начинается прием документов у иностранцев, и как будет проходить вступительные экзамены для них? Прием документов у иностранцев уже начался. То есть, уже можно подавать заявление. Программа абитуриента открыта для иностранцев. Расписание вступительных испытаний также есть на сайте приемной комиссии. Там есть вкладка для абитуриентов, которые иностранцы, для поступающих иностранных абитуриентов. Там, соответственно, есть и план приема, есть и расписание вступительных испытаний, программа вступительных испытаний. Традиционно экзамены проходят дистанционно в системе проктринг. Соответственно, также и в этом году вступительные испытания будут проходить дистанционно. Но уже, когда начнутся прием заявлений у граждан Российской Федерации, там уже будет и очный формат, и дистанционный. У кого есть возможность, смогут прийти и сдать очные вступительные испытания. Но сейчас только в дистанционном формате. Хорошо, спасибо. Вопрос такой. Можете ли вы подробнее рассказать о программе «Юрист» в сфере цифровой экономики? Да, конечно. Сейчас, минуточку. Хотелось бы отметить, что, в принципе, цифровая экономика – самое, наверное, одно из востребованных трендов государства нашего. Мы все в большей степени с вами переводим данные в цифры. И здесь также требуется совершенствовать свои знания и навыки в области юриспруденции. То есть юриспруденция, она практически пронизывает все это цифровое пространство. На сегодняшний день законодательство Российской Федерации развивается. И именно в связи с этим направлением и связано появление такой программы, открытие программы, как юрист в сфере цифровой экономики. Программа является междисциплинарной. Это означает, что несколько кафедр, практически стараниями, усилиями нескольких кафедр реализуется данная программа. Здесь задействованы и кафедры предпринимательского и энергетического права, и кафедры гражданского права, и кафедры уголовного права. И большим плюсом данной программы является, что в большей степени дисциплины они практикоориентированы. Конкретный, более конкретный перечень дисциплин вы можете найти на официальном сайте магистратуры юридического факультета, зайти, провалившись во вкладку юрисферы цифровой экономики, откроется презентация и конкретно увидите перечень дисциплин, которые уходят в обязательную, вариативную часть. Спасибо. Предусмотрено ли у вас онлайн-обучение, помимо заочного, я так понимаю? Дистанционное, да, скорее всего? Да, онлайн-дистанционное. Ну, если говорить по опыту данного учебного года, есть несколько магистрантов, которые перешли на дистанционный формат обучения, но здесь, безусловно, нужно отметить, что требуется какая-либо уважительная причина. Все-таки мы не можем всех переводить на такой формат, в исключительных случаях наша комиссия рассматривает подобные заявления и в случае необходимости их удовлетворяет. То есть, по сути дела, нам можно сказать, что онлайн-обучение как самостоятельного вида обучения у нас нет. Наши абитуриенты поступают на программы либо очно, либо заочно, но в рамках и того, и другого варианта, и очного, и заочного отделений, есть обстоятельства, которые позволяют перевести магистранта на индивидуальный график обучения с применением дистанционных технологий. И вот это использование дистанционных технологий, по сути дела, это то, что получено в результате нашей реакции на пандемию коронавируса. То, что мы сумели отладить эти механизмы, позволяет нам использовать их и в дальнейшем с применением площадки Teams, в частности. Вот эта платформа, которая используется университетом для обучения, соответственно, в рамках нее может быть организовано дистанционное обучение или обучение с применением дистанционных технологий для студентов, обучающихся как очно, так и заочно. То есть, это индивидуально. В индивидуальном порядке, да, такой вопрос решается. И мы, наверное, будем завершать и последним вопросом сегодня будет. Кому вы точно порекомендуете поступать в вашу магистратуру? Ну, если так, я бы сказал, мы рекомендуем поступать в магистратуру тем, выпускникам бакалавриата, может быть, специалитета, кто видит себя в юриспруденции и хочет заниматься юридической практикой или юридической наукой, потому что прохождение магистратуры является ступенью для движения в дальнейшем на исследовательский уровень следующий в аспирантуру. Если речь идет о практике, соответственно, магистратура по направлению юриспруденция дает возможность трудоустроиться в тех местах, в рамках которых бакалавриата может быть недостаточно. Потому что сегодня по целому ряду специальностей и профессий берут на работу исключительно с наличием либо соответствующей второй ступени высшего образования магистратура, либо при наличии специалитета. Но поскольку специалитет, это направление подготовки было воссоздано чуть позднее, и, соответственно, у нас есть специалитет по направлению судебно-прокурорской деятельности, в частности, все-таки он более специализирован, этот вид обучения, то, соответственно, магистратура, конечно, нужна для тех, кто хочет заниматься практикой. Ну и, конечно же, магистратура по юриспруденции нужна для тех, кто хочет повысить свой уровень грамотности и владения юридическими правилами, законами, соответствующими приемами и способами, которые используются в юриспруденции, для разных целей, повышения послужбы, карьерного роста. Это тоже нужно, потому что сейчас модель повышения квалификации или получения второго высшего образования, к сожалению, не столь востребована по причине того, что это формат, который реализуется либо на уровне бакалавриата, либо в рамках специалитета, но, опять же, на специализированном формате подготовки. Магистратура позволяет это сделать, опять же, профильно по тому направлению, которое выбирает абитуриент, человек, который хочет заниматься в дальнейшем своей деятельностью. И если он работает директором фирмы, которая занимается информационными технологиями, то ему может быть полезно, конечно, получить и дополнительную квалификацию юриста как раз по направлению юриста в сфере цифровой экономики. Если он занимается медиа, то же самое. Если это человек, который хочет работать важным, серьезным медиатором, посредником или аналитиком, то ему, может быть, подойдет профиль правовой аналитики. Если это человек, который хочет непосредственно работать в суде, ну, понятно, что либо представителем, адвокатом и так далее, то ему будет интересен профиль судебный юрист. Если он хочет заниматься бизнесом, и у него это получается, то, конечно, ему может быть полезен профиль правовое сопровождение бизнеса. Ну и так далее. То есть, вот это те прикладные направления, либо в большей степени прикладные, либо с большим теоретическим подходом, которые могут быть постребованы, в принципе, любым человеком, который хочет себя реализовать в нашем обществе. Спасибо большое. Что-нибудь еще добавите? Думаю. Нет. Приходите к нам. Да, тогда я хочу вас поблагодарить, что пришли и ответили так подробно на все наши вопросы. Ну, меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!